Здравствуйте! В эфире программа «Поэзия судьбы» и я ее автор и ведущий Евгений Понасенков. Сегодня я хочу вспомнить великую Фаину Раневскую. И вы знаете, действительно, все ее знают, любят, и редко когда можно так вот представить себе образ, который бы вызывал столько положительных эмоций и не вызывал бы отрицательных. И это действительно огромное достижение этой удивительной артистки, этого удивительного человека. Но сегодня мы поговорим не только о ее победах, но и о том, насколько трагично была ее судьба, насколько тяжела была вот эта ноша и таланта, и особенно если с этим талантом жить в такой непростой стране, как наша. Ну и посмотрим редкие записи с ее участием, некоторые действительно общеизвестные, некоторые гораздо менее известные. И хотел бы я начать не с изложения каких-то фактов биографии или начала моего анализа ее творчества, а просто так для создания, как говорили, для того, чтобы создать настроение, мы сейчас посмотрим отрывок из фильма Александра Пархоменко, где Раневская играет такую певичку ресторанную, одновременно и топерствующую, причем она умудряется играть на фортепиано, что-то такое романтическое, петь про любовь, курить, закусывать и даже здороваться с входящими посетителями. Итак, отрывок из фильма Александр Пархоменко. Пусть летят и кружат пожелтевшие листья березы, и однако я грущу. Приходи меня, пожалей, ты ушел от меня, и текут мои горькие слезы, Я живу в темноте безживительных солнца лучей. Сад потемнел под холодною этой луною, Варьких слез осушить ты уже не придешь никогда. Сколько грез и надежд ты разрушил холодной рукою, Ты ушел от меня, ты ушел от меня навсегда. Вы знаете, вот вы видите, это такое мастерство, причем фильм снимался в военные годы, это неотапливаемая такая холодная студия, голод и все прочее, Но какая энергия, какое настроение, какая находчивость, Потому что это же все найдено актрисой самостоятельно, Вот все эти комические моменты. И вы знаете, да, конечно, Раневская прославилась тем, Что играла, особенно в кино, эпизоды. Всего лишь одна главная роль, вы знаете, в судьбе, В фильме, да, в ее судьбе, в фильме «Мечта» Михаила Рома, Только одна главная роль, остальные эпизоды. Но, вы понимаете, вот благодаря тому, что она понимала, Что ее судьба в кинематографе, это эпизоды, Во многом потому, что, конечно, и объективно, Но и в этой связи психологически, Она их создавала с такой концентрацией желания Вложить весь свой дар, весь свой талант комический и трагический в них, Что они стали каким-то, я не знаю, эталоном, Эталоном актерского мастерства в плане юмора, В плане какого-то такого житейского сарказма, И драмы определенной, и так далее, и так далее. То есть вот эта концентрация. Другие, вы знаете, я уж про сегодняшнюю эпоху не говорю, Когда есть сериалы, А ведь были актеры и актрисы, которые играли, ну, очень много. Играли по многу фильмов подряд главной роли, Там столеваров, разведчиков, различных героев, хлеборобов тоже. Но это совершенно невозможно смотреть, И тем более как-то вспоминать. А Зараневские повторяли каждую фразу, да, Каждое слово, каждую интонацию, Потому что вот эта фраза, Часто даже, которая не была в сценарии, Которую она сама себе дописывала, А она ее украшала интонацией, тембром, взглядом, Каким-то движением, и так далее, и так далее. И это становилось, ну, действительно, Как вот такое мастер-пиесство, шедевр, да. Причем ведь, в общем-то, ей не давали ролей, Такие, знаете, вот шекспировских. Она хотела сыграть в Иване Грозном у Эйзенштейна, Вы помните, да, но вот по разным причинам, Среди которых первый называет «Пятый пункт паспорта», Играла не она, а другая артистка, У которой, у Серафимы Бирман было написано, Что она молдаванка. Хотя здесь разные есть точки зрения, Почему так она не сыграла эту роль, Где, в общем-то, такая, можно было бы сыграть, Очень эстетски, очень по-шекспировски, Тем более, действительно, Эйзенштейн работал в этом фильме Как мастер не только кино, но и театральный, Потому что очень театральный фильм был, Все эти жесты, весь этот Иван Грозный, Он построен на том, что любил Мерхоль, На том, что любил Таиров, На очень вот этих объемных, Скорпулезно выраженных, сделанных движениях и формах, И такой же был грим, вообще эпоха, В которой Раневская, как артистка, развивалась, Это эпоха, отнюдь не только Станиславского, Но и уничтоженных Таирова и Мерхольда, И как раз вот эта яркость движения, Яркость грима, как вот сегодня, видите, Такие тени, это было в моде тогда, в театре, Потому что театр был театральным, А не просто какие-то бытовухи, Как вот на коммунальной кухне люди ходят, Так и на сцене нет, там было все очень четко выражено, То есть Федора не может быть, Как иногда, знаете, сейчас ставят такую убогую Федору Под новую драму, такое театральное движение, Где там на коммунальной кухне, она нет, Федора должна быть действительно На каком-то сильном уровне отстранения От бытовой жизни, И все должно быть четко выражено, ярко, И в гриме, и в пластике, В пластической, так сказать, палитре движений, Вот в этой ситуации творческой росла Раневская, И мы к этому вернемся, Она очень много усвоила от уроков Именно театра десятых, двадцатых, тридцатых годов, И это использовала потом В такой острой комедийной форме В самых, что ни на есть, Таких простых советских фильмах, Которые мы помним только благодаря Ее этим гениальным эпизодам, Потому что, в общем, многие абсолютно Практически бессмысленны, Или понятны только лишь вот в этой стране В это определенное время. Теперь мы немножко вернемся К ее биографии. Родилась Фаина Георгиевна в Таганроге В 1896 году. И в самом начале ее звали Фаина Гершевна Фельдман. Потом постепенно как-то все С течением жизни преобразовалось. И считается, что псевдоним Раневской Появился следующим образом. Когда, будучи очень молодой, Начинающей артисткой, она пошла в банк Брать несколько купюр, присланных, Приведенных ей матерью. И вышла из банка. У нее вырвал ветер эти купюры. Они полетели по улице. И она не стала их догонять, собирать. А как-то очень спокойно И так философски, романтически смотрела На то, как они улетают прочь. Ее приятель, который был рядом И все это видел, сказал, Слушай, ты себя повела как Раневская, Чеховская героиня. И уже потом, когда нужно было выбирать псевдоним, Она как бы вспомнила эту историю И вот воспользовалась этим образом. И сама говорила, что во мне много От чеховской героини, Но отнюдь не все, далеко не все. И так родилась она в Таганроге, В обеспеченной семье, В образованной семье. Но сразу скажу, что в 18-м году Ее судьба с семьей окончательно разошлась, Потому что она и до этого, Как кочующая молодая актриса, Не была сильной, так сказать, в семье. Но в 18-м году ее отец Очень такой прозорливый, неглупый человек, У которого был собственный, Правда, очень маленький, Но собственный пароход. Он понял, что в Лишевике здесь Всерьез, надолго и опасно. И он просто вышел в Черное море С семьей на этом пароходе И затерялся в этом море. И потом они жили в Чехии. Надо сказать, что когда Григорий Александров снимал Уже в конце 40-х весну, Знаменитый фильм, То Раневская согласилась Играть там Свои эпизоды, Которые там тоже ее потом прославили. Вы помните, там есть это С валеткой, шляпкой. Красота – это страшная сила. Это, кстати, из стихотворения Нацена «Дурнушка». Такое было стихотворение у Нацена. Это конец 19 века. Такой был поэт, Такой слезливый, меланхоличный. Очень ран умер, Поэтому еще больше этим прославился. Но все думают, что это Раневская. А Раневская, как образованный человек, Просто как бы скламбурилась здесь. И так вот она, Этот эпизод, Эти эпизоды в своей фильме Весна согласилась играть Во многом, потому что Фильм снимался, Это мало кто знает, На студии в Чехии. На бывших студиях, Здесь снимали фильмы Третьего Рейха, В том числе с Марикой Рёковой. Девушка моей мечты, Он же, ну, в русском прокате, На самом деле, Женщина моей грез. Вот снимался как раз На той же студии. И Марикой Рёк танцевала На стеклянном полу, На котором потом танцевала Наша Любовь Петровна Орлова. И, кстати, вот это всё качество И антуража, И качество камеры, Это, конечно, Не вполне было советское качество, Но видите, Как красиво получилось. Фильм замечательный получился. И так Раневская Где-то с 14 лет Влюбилась в театр И уже мечтала стать артисткой. Она посещала любительские Всякие спектакли, театры И закончила частную театральную школу. Очень много играла по провинциям, Ездила по провинциям Всю жизнь. И даже когда я играла В московских театрах Так сказать, постоянно По нескольку лет Лучшие все роли, Особенно главные роли Она сыграла В провинциальных театрах. И, конечно, Она потом очень жалела, Что этого никто не видел В смысле критики, В смысле какой-то Такой очень центральной публики. Это не было записано. А вот там-то, там-то И выражалась Её талант Наиболее полным образом. Это была великая трагедия. Сейчас, когда, вы знаете, Есть уже Не то, что камеры телевидения Уже на всякие маленькие штучки, Там, я не знаю, Как это называется, Можно снять всё и вся. Но, видите, Всё заменимо. Сейчас мы можем снять Всё, Но уже снимать Практически нечего. Потому что Как-то таланты уходят, И, я часто говорю, У нас появляется Потрясающая аппаратура Звукозаписи. Но уже нет ни Карузо, Ни Марии Калас. У нас появляются Уникальные материалы Для, так сказать, Различных техник Художеств. Но уже нет Леонардо да Винчи. То есть, И, в общем-то, Это всё оказывается Практически бессмысленным. Такие, ну, Можно, как же, Делать ремиксы, Можно там на, Так сказать, Джоконду надевать Различные предметы И аксессуары постмодерны. Но это же всё Абсолютная такая немощь. Немощь сознания, Немощь души. Это никуда не ведёт. К сожалению. Так вот, вернёмся К тому времени И тем людям, У кого душа была. Раневская Была фантастическим Персонажем, Надо сказать. И она, Это было и в природе Изначально, Но она это и Каким-то невероятным образом Постоянно в себе Формировала И, ну, Как бы это сказать, Одевала во многочисленные Новые наряды. Каждый раз Рафинировала Дальше и дальше. То есть, Вот всё это Стало, в конце концов, Тем, что Раневская появилась В истории Нашей страны Как именно Образ, Как персонаж, Как такое Событие. Не только как актриса. Прежде всего, Как Раневская, Это, ну, Как бы сейчас сказали Лейбл, Тогда, Можно было бы сказать, Личность, да. Все знали её шутки, Многие Ей анекдоты и шутки Были приписываемы, Но по Своей стилистике Она, в общем, Могла их сказать. И вы прекрасно Помните Эти замечательные Истории Шутливые, Когда Она Подскользнулась, Упала, Уже в старости Лежит, Молодой человек рядом Проходит, Видит, Боже мой, И она говорит Молодой человек Поднимите меня Великие артистки На дороге не валяются Или другая история Когда На проходной театре На служебном входе Встречается она С Другой артисткой Этого же театра И Говорит Как вы сегодня Замечательно Выглядите Моя дорогая А та И так Сволочено Говорит А вы сегодня Очень плохо Выглядите Фейнгерд И Раневский Отвечает Ну могли бы И солгать Я же вам Солгала Много Множество Историй Что еще Ну это Такой классический Анекдот Который Неизвестно Был ли он Правда Или нет Но вполне Мог быть На гастролях Гостиничный номер Вот Или Один вариант Или другой Что гримерка Вот забегает Юноша Который Там Метродотели Или Из-за вслуги Или тот Кто вызывает на сцену А Раневская В этот момент Сидит Абсолютно Ногая И курит И вот В этот момент Когда юноша Влетает Обалдевая От этой сцены Ногая Раневская Курящая И Она его Так спрашивает Томно Юноша Вас смущает Что я курю? Вот Такие истории И это Даже выходило На первый план Ее Острословие Ее Такое Очень Ну Как бы это Сказать Жесткое поведение На репетициях Ее вечные ссоры С режиссерами Ее Острый язык По отношению К партнерам В курилке В гримерке В кафе Там и так далее И так далее Ее боялись Надо сказать Люди Которые с ней работали Многие ее боялись Потому что Она могла Себе Не позволять Того Что другие Себе Обязывали Делать Вот эта Внутренняя цензура Которая С одной стороны Хороша С другой Сторон Бывает Скучной И иногда Переходит Просто В не скажу Что На букву Б Вот Враневская Этого не было Она всем говорила То что Считала нужным И то что думала И так далее И так далее Не гналась За Такой Штукой Знаете Как некоторые Надо со всеми Дружить Ну со всеми Дружить Чтобы как бы Все Как по маслу Тавтологию А Раневская Умела И привязывать К себе людей Отчасти Не специально Но вот этим Своим характером И каким-то Искренним отношением Конкретно Людям Которые Этого заслуживали Да Она Конечно Формировала Тот контингент Личности Который потом Ее Прославлял И среди них Конечно Можно вспомнить Геннадия Бортникова Великого русского актера Замечательного Которого завораживала Людей на сцене Часто Мало кто помнит А когда шел спектакль Глазами клоуна В театре Моссовета Шконную милицию вызывали Потому что нельзя было пробиться И вот он был ее любимчиком И вспоминая вот этот ряд анекдотов Я еще один Позволю вам Напомнить Видите ли Был спектакль Петербуржские сновидения Про Раскольникова По Поступлению и наказанию Достоевского Ставил Завадский Юрий Завадский И Все его построение роли Раскольникова Режиссерская Шло Из того Что вот понимаете ли Нищета Заела И быт заела И Раскольников на это все На эти преступления Идет А Раневская Раневская так любила Этого юного Гену Бортникова Который действительно Эти тонкие пальцы Были Эти глаза Невероятны Эта трепетность А для Раневской Трепет Это самое главное Было в театре Так вот Она ему подарила Какую-то такую Вполне внушительную Банку Черной икры Тогда черная икра Все-таки была Еще как-то Туда-сюда Потому что Ну не так Все Расфасовали По капиталистическим Так сказать Штучечкам То есть Зарабатывать сейчас Не дают Но уже Расфасовали То есть Капитализм у нас Такой Как бы Для своих Капитализм Как был и коммунизм Для своих Так у нас сейчас И капитализм Для своих И вот Раневская Подарила Черную икру Бортнику Который готовил Раскольникова И Завадский На нее Кричал Орал Немыслимо На весь театр Как вы могли Фаина Что вы сделали Вы же испортили Мне актера Он же должен Играть все это свое От того Что он в нищете А он сейчас Будет есть черную икру И как же он По роли теперь пойдет Где зерную роль И где что Но Раневская Была вся в этом И кстати Еще по поводу Бортникова Знаете Раньше были Такие собрания На комсомольской ячейке Там Местком обком Все прочее Чтобы Люди Были все Так сказать К ногтю К ноге И чтобы Никто ничего Не мог И никак Чтобы семья Ячейка Общества И чтобы В мозгах Было все правильно Политически Чтобы правильно Так сказать Голосовали И так далее Все прочее И вот такое Было очередное Собрание На котором На котором Разбирали Разбирали на этот раз Товарища Бортникова Геннадия Леонидовича Тогда еще Достаточно Молодого Разбирали По его Так сказать Любовным предпочтениям Да Сидели Многие еще Не живы И большие Посты занимают В союзе театральных деятелей Кто разбирали Кто спрашивали Как же вы Как же вы Вообще Как вы можете Ироневская Ну надо было Присутствовать Потому что вы понимаете Лауреат Сталинской премии Причем Хоть и второй И третьей степени Но трех За те Кстати спектакли Которые вы Сейчас и фильмы Не знаете Потому что они Бездарные совершенно Но там роли Такие знаете Вот боевые Так вот Она сидела Сидела Человек Она искренне Очень умный Это тоже Очень известная история Но я ее знаю Из первых Уз Потому что Я последние годы Мне довелось Приятельствовать Очень так Дружески Вдруг быть В дружеских В дружеских Отношениях С Бортниковым И вот С его Некоторыми знакомыми По театру Я работал Там замечательно Она сказала Долго сидела Слушала Эту ахинею Потом Говорит Ну что же Это за страна Такая Где человек Даже собственно Из задницы Не может распорядиться По собственному желанию Ну и конечно После этого Собрание было Закрыто И Бортников Так сказать Продолжала Распоряжаться Сейчас я хочу Чтобы вы поглядели Отрывок Из Великого Фильма Мечта Режиссера Рома Это Единственная Главная роль В кино Фаины Раневской Роль уникальная Потому что В ней Такая Колоссальная Палитра Красок Такой Насыщенный Драматизм Трагизм Потому что Драма Такая вещь Знаете Между комедией Трагедии Она трагическая Актриса И это поняли Везде И даже И на Западе И вы знаете Письма Такие восхищенные Чарли Чаплина И Чаплин Говорил Что у нас в Голливуде Нет такой актрисы И так далее И так далее И я напомню Что действия Фильма Происходят Западной Украине Еще до того Как туда Пришла Я счастливила Всех Советская Власть Вот Там так Все было Тяжело И так Все Нищета Всех Заедала И вот Она играет Даму Содержательницу Доходного Дома Розу Скороход И эта Роза Скороход Понимаете Она Очень Сложный Персонаж С одной С другой стороны Она так Не понимает Своего Сына Инженера Который Конечно Мечется Между любовью И долгом И всем прочим И тяжело жить В этом капиталистическом Мире А с другой стороны Ведь она Действительно Его в этом мире Воспитала Она действительно Его любит У нее есть Свои принципы Она Достойный человек Она работала Как она Говорит Вот этими руками Чтобы тебя вырастить И накормить И там Уникальные Есть кадры Когда он потом Попадает в тюрьму Этих Ревстоматийные Вы помните Эту сцену Хрестоматийную И она подходит Смотрит И говорит Ничего Когда тебе Очень захочется Кушать Ты вернешься Ко мне И вот эти кадры Наверное Это некие Такие Эвересты Актерского Мастерства И Очень Тонкие Явления Души Человеческой На Киноэкране А сейчас Вы посмотрите Отрывок Из этого фильма Где Вот Роза Скороход Советует Как надо Писать Брачное Такое Предложение Бедной Девушки Ее Постоялица Ее Доходного Дома Итак Отрывок Из фильма Мечта Режиссер Ром Паня Роз Вы же Мне давать Объявление Молодая Пикантная Шатенко Не то Слишком Игрива Сто лет Составляете Объявление До сих пор Не научились Пишите Я вам буду Диктовать Девица С приданным Очень хочет Выйти замуж Согласна На любой Возраст И наружность Кроме Прокаженных И сумасшедших Лишь бы Были деньги Так не пишут Так конечно Не пишут Так думают Милая моя И сразу Вот Не боясь Убить этот Такой Трагический Пафос Посмотрите Амплитуду Мастерства Сейчас Я попрошу Аппаратную Показать Отрывок Из Экранизации Чеховской Свадьбы Где Совсем Уже Другие Краски Но на том же Высочайшем Техническом Уровне Есть 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 Самара Стоять Амплитуду 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 Грецкий Все Все Есть А Львы В Греции Есть Есть В Греции Все Есть Есть Ну ладно Постой же Ааа Повторим Повторим Харапуша Выпей! Выпей из моих собственных подвалов. Вот это высочайшее мастерство, оно достигалось, конечно, еще правильным философским отношением к профессии. Во-первых, ее учитель, которого она, по крайней мере, признавала своим учителем, это великая Павла Леонтьевна Вульф, такая актриса русская, провинциальная, но очень знаменитая. И она ей всегда говорила, что не будь, так значит, довольна собой, не приходи в экстаз от себя. Как придешь в экстаз от своего, так сказать, большого дарования, сразу творчество закончится. И она ее хвалила очень аккуратно, говорила каждый раз, что ты можешь еще лучше делать. Вот принцип был ее творчества. А Раневская была одной из тех великих артистов, как Вивен Ли, как Джон Гилгут, как Лоренс Оливье, как Сара Бернард, которые играли не в бытовой школе, знаете, как учат там всякие в ГИТИСах и так далее, и что партнер обязательно надо, значит, что-то слышать, с ним играть и тогда что-то с ним делать, с партнером. Нет, она всегда играла такой, как бы через вот такую параболу от себя к тому, все по-разному называют, Бог, небо, высшая сущность, все что угодно, к и дальше уже к залу. И тогда, на самом деле, если играть через вершину, то ты обязательно все сделаешь правильно, и актер твой будет доволен, уверен и в полном, так сказать, порядке. Так играли великие. Раневская всегда была очень образованным человеком, очень начитанным. Любовью всей ее жизни был Пушкин. И это действительно так. Это был ее любимый мужчина, любимый человек, любимый друг. Она засыпала и просыпалась с ним, она его безумно, бесконечно любила. Это было ее спасение вот в этом диком совковом мире. Вообще, ведь мир, жизнь – это страшная штука, действительно, потому что люди злые, завистливые, предатели, непонимающие, необразованные. И она, как и многие художники, и многие тонкие люди, думающие, она уходила вот в этот мир идеальных каких-то эмоций. И проводником в этот мир для нее был Александр Сергеевич. Потом мы посмотрим отрывок из ее интервью, где она об этом сама скажет. И еще один отрывок сразу по ходу. Вот я вам хочу показать эту всю, так сказать, ее колоссальную палитру, амплитуду возможностей. Большой, сразу вас приображу, отрывок. Но я думаю, что он как-то быстро очень промеркнет, и вы захотите даже еще и еще, чтобы он продолжался. Менее известный фильм, хотя тоже очень известный, называется «Легкая жизнь». Там потрясающий состав актеров. Румянцева, Яковлев, Вера Морецкая, которая была долго, много лет коллегой по театру Завадского, по театру Моссовета, из которой она играла, вот сначала она играла странную миссис Сэвич-спектакль, и потом отдала Морецкой. Много их связывала. Но Изи Плят в этом же фильме играет, с которым она потом сыграет «А дальше тишина». Отрывки из этого спектакля мы не будем сегодня смотреть, потому что нельзя этот спектакль делить на отрывки. Я вам советую посмотреть спектакль «А дальше тишина» полностью, самостоятельно, без всяких моих комментариев. А вот этот эпизод большой из фильма «Легкая жизнь», который сейчас видите, это типично то, что может понять только человек, живущий в России, и, видимо, даже не моего поколения, а более, так сказать, обремененного годами. Потому что была эпоха, когда ничего не было в магазинах. Все было фабрика там, большевичка «Красный октябрь», все, других фабрик не было. И все там одежда, одеколоны, аксессуары, там всякие, еда, все прочее, все доставалось по блату, по колоссальному блату, все через заграничные вещи, через странные соцлагеря или по, так сказать, линии детей спецслужб, все прочее. И так далее, и так далее. И вот посредником часто между ними была, или был, в общем, были так называемые спекулянты. И вот эти спекулянты, конечно, такой был отдельный класс населения, такой прослойка, ну, прослойка, не класс, конечно, населения, который породил огромное количество шуток, анекдотов и художественных образов. Вот гениально созданный образ Раневской, вот такой вот спекулянши в фильме «Легкая жизнь», который я сейчас вам попрошу этот эпизод аппаратную показать. Маргарита Ивановна, здравствуйте, дорогая. У вас посоронние, кого нет? Сестра моя. Оленька, знакомьтесь. Моя благодетельница Маргарита Ивановна. Королева Марго. Ну, какая вы красавица. Ну, богиня, королевна. Прямо вы знаете, кто вы? Вы знаете, кто вы? Кто? Вы нервоналездица. Что у меня тут для вас есть? С ума сойдете? С ума сойдете? Просто такой шик. Ой, как интересно. Такая пакет. Вы знаете, что вам привет? Привет от Кунделевны. Фу, разве они не в Карлу Фаррер? Вы знаете, если вас, дорогие мои, интересует настоящая шерсть. Ну-ка, ну-ка. Я, конечно, делаю специально для себя. Но уж знаете, как я к вам отношусь. Знаете, как я к вам отношусь? Знаете? Ну, смотрите. Пооригинальной? Ну, а, сейчас, подождите. А, разве это не прелесть? Это же сон. О, вот, 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 я беру. Как? Вот это я. Постойте. Нет, это я обещала артистке. Как артист? Из ансамбля. Дорогая моя, я даже клиентка, написала. Ну, я не могу. Не открывайте. Да это почему? Не открывайте, не открывайте, что ты со мной делаешь? Тихо, 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 ради бога. Не открывайте. Не открывайте, а! Шерчите, ты шерсть. Скорее, скорее. Родите. Не могу. Идите, посмотрите, кто пришел. Молоко принесли. Господи, как я испугал. Знаете, я стала такая нервная. Фух. Такая нервная. Черт, что очень вредный церковь мой. Знаете, и по ночам покой нет. Во сне вижу только милиционеров, честное слово. Ужас, блин. Слушайте, ноги не держатся. Для вас есть замечательная вещь. Рекомендую. Знаете, что это? Ну? Смотрите. Что это? Подождите. Знаете, что? Это крем. Ой, подождите. Это крем для выражения лица. Ну, а это... Замечательная вещь. А это пудр, помада, духи. В общем, набор косметических конвайна. Сколько? Договоримся. Договоримся. Слушайте, а этого нигде ни у кого не достанешь. Ой, это я беру. Знаете, что это? Что это? Знаете, что это такое? Что? Крем для омоложения морщин. Вам еще рано. Держите в холодильнике. Держите в холодильнике. Подождите, Оленька. Что? Ты английский помнишь? Да, надеюсь. Шекспира я в подлиннике читала. Что вы говорите? Вы что значит образованный человек? Английский наизусть знает. Подумайте. Одну минуточку. Я тоже, вы знаете, я тоже когда-то знала по-заграничному. У меня даже был знакомый француз из Одессы. Вот это специально для вас. Вот это вот. Знаете, что? Это безразмерный бюзальтер из Калифорнии. Смотрите, какая фрельса. Нет, нет, подождите, подождите. Подождите. Ой, насчет Крема не беспокоится. У меня клиентки четыре флакона взяли. Знаете, они так изменились, что их собственные дети не узнают. Те-то и слова. Одну минуточку. Нет, нет. Кошки-то я вам достану, другую. Я сейчас пойду. У меня есть святой человек. Он мне все достает. Я сейчас пойду звонить. Знаете, как я вас люблю. Паразитка такая. Ой, Господи. Нервы, нервы никуда. И что неядка обросла. И я тут повесила себе остропокационизм. Пожалуйста, Аллаферна Николаевича. Аллаферна Николаевича, это я. У вас есть интересующая. 48-й размер. Что? Для свыше образования. Есть. Сейчас буду. Привет. Привет. Ах, какой умный вид у этого болвана. Ой, ой. Что такое? Ой. Что такое, боже мой? Ой. Что такое? Что случилось? Что вы мне дали? Крем, крем. Давай. Ой, как дерет. Так это реакция дерет. Оля, что тут написано? Да это не крем. Это полирой для мебели. Для мебели? Изуродовала. Пять флаконов подсунули. Спекулянты, жулики проклятые. Я их подсюда дам. Я вас подсюда дам. Что вы, дорогая, не дай бог. Я же честный человек. Я в гимназии училась. Кофточку возьмите. Ой, не надо вашей кофты. Пойдите вон. Какой неприятный инцидент. Подучи. Боже мой, боже мой. Вот так стараешься для людей? А что получается? Слушайте, дорогая, импортный полирой не хуже нашего крема, честное слово. С вас ползет старая кожа, и вы будете ходить, как новорожденные, честное слово. Вы так думаете? Какая вы сегодня красавица. Ой. Прелесть. Если бы меня не дожидались клиенты, я бы целый день сидела, вами любовалась. Как задаваться. Только прошу вас, почистить этот костюм поскорее. До приезда мужа. Можете не беспокоиться, моя фирма не подведет. Костюм будет лучше, чем новый, честное слово. Ну, какая вы сегодня красавица. Вы знаете, прямо это, Венера, как ее, фамилию забыла. До свидания, Милан. До свидания, дорогая. До свидания, моя прелесть, чтоб тебе что сделал. И это при том, что, понимаете, сколько еще остается, осталось безвозвратно за кадром, потому что, как я и сказал, не было тогда возможности записать ни теле, ни айфона, ни мобильники, ни телекамеры, ничего не было. Мало кто поверит, и мало кто знает, но Ветераневская, ну, почти что начинала отнюдь не по системе Станиславского. Она начинала в театре Таирова, в камерном театре, потом разогнанном, уничтоженном Сталином, где все было очень эстетское, очень такое, знаете ли, такая пластика, не бытовая, а между балетом и оперой, и так далее, и так далее. И первой ролью, это, по-моему, 31-й год, у Таирова, он ей предложил роль как нестрадно, вот вроде бы, где тут что, а роль проститутки в патетической сонате, пьеса, спектакль такой, Зинка-проститутка. И она сначала отказывалась, потому что говорила, ну, как я это буду играть, я не знаю ничего про это, я действительно ничего не знала. Но, видите ли, вот что такое талант, ее и режиссера, она сыграла настолько блистательно, что в самый эстетский театр Москвы, ну, самый эстетский, рафинированный, элегантный театр, камерный театр Таирова, стали приходить работницы, так сказать, привокзальных зон. И Таиров очень удивлялся, он спрашивал, девушка, что вы вот как бы тут делаете, вот, у некоторых, у девушек, новых, нового контингента зрителей. Они говорили, ну, как же, тут такой материал потрясающий нам дают, мы даже не знаем некоторых приспособлений, а вот ваша актриса это гениально играет. Так что, видите, какие бывают странные изоближения. Сейчас я хочу, чтобы вы поглядели еще маленький такой отрывок из ее фантастической амплитуды, артистической. Это такой был знаменитый тележурнал «Фитиль», в котором в СССР позволяли высмеивать, ну, отдельные, ну, очень маленькие моменты, негативные моменты жизни общества. То есть все было очень здорово. Просто победа полная во всех сферах, а также в области балета мы вообще впереди планеты всей, а в остальных уже и, значит, все колосицы, коровы ходят по полям, и там комбайны, и столевары, и хлеборобы, доменные печи. Ну, развитие колоссальное. Ну, какие-то есть еще такие шаржевые маленькие моменты. Ну, бюрократы. Ну, временно, месяцами позволяли ругать бюрократов, ну, совсем микроскопического уровня бюрократов. Ну, просто микроскопического. И какие-то пороки общества, общества, связанные с Западом, я бы так сказал. И вот в этом фитиле появилась Раневская в потрясающем, с моей точки зрения, таком сюжете про такую даму. Сейчас они очень модны стали, и гадалки, и те, кто завораживает, отвораживает, привораживает, там, на картах, на черт ни о чем. Здесь полупроводники, то есть наука все-таки СССР, век кибернетики. И вот она на полупроводниках привораживает мужа к жене, а в том пользуется самым действенным тогда методом, звонит, и вы увидите, кому она звонит, и что делает. Итак, пожалуйста, Раневская в роли гадалки и ворожи. Что карта показывает? Пустые хлопоты из-за трифового разговора, неожиданная злость на болезнь собственного короля. Марьяжная постель неизвестно с кем. Горькие слезы из-за злодейки разлучницы. Вот она, разлучница. А какая она? Брюнетка? Брюнетка. Средняя упитанность. На руке часы. Часы. Точно. Секретарша. Все совпадает. Карты милые, не врут. А что еще карты показали? Спокойно, спокойно, гражданка. Вы мне мешаете работать. Горькие слезы, сердце успокоится печалью. А вот и слезы. Сами видите. Что же, уйдет к ней? Да, прикидывает, как бы смыться. Ну, все. Сколько я им должна? За гадание на картах или на бараньей косточке я беру десять рублей за сеанс. Не убивайтесь, милая. Я ведь могу приворожить к вам мужа обратно. Научным методом. Приворожите. Верните мне мужа. За приворот жены к мужу пятнадцать рублей. За приворот мужа к жене пятьдесят рублей в новых деньгах. Пятьдесят. У меня такса, милая моя. Я ведь заклинаю на полупроводниках с биотоками, а это вредит здоровью. Я работаю с гарантией. С гарантией. Берите. Заклинаете. Проводниками с гарантией. Фамилия? Прохорова. Прохорова. С гарантией шестьдесят. Есть. Прохорова, если от меня пойдут искры, не пугайтесь. А я не взорвусь. На всякий случай отодвиньтесь немножко. Отодвиньтесь. Вот так. Так. Включаю агрегат. Настраиваюсь на объект. Объект сопротивляется. Казенный дом, казенный дом. А где ваш муж работает? Инженер первой механической. Ясно. Так. Прохорова, идите домой. Мне надо отдохнуть. У меня трансцендентальное состояние. Можете быть покойны. Будет сидеть около вас, как приклеенный. Спасибо. Не благодарите, а то не сбудется, что вы. Сплюньте скорее. Сплюньте, сплюньте. Осторожно, ложь. Пойдемте, я вас провожу. Идите, милые, идите. Что с вами? Пойдите. До завтра. До завтра. Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Та-ра-ра. А вы, гляжи, зе-зе-зе-зе-зе-зе. Ага. Ла-ла-ла. 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 Соедините меня, пожалуйста, с секретарем парткома. Товарищ секретарь, с вами говорит некто Иванова. Скажите, пожалуйста, у вас работает инженер Прохоров. Ну вот, он попирает нормы поведения советского человека. Он хочет бросить жену. хочет, хочет разрушить советскую семью. Научите его, пожалуйста, уважать наш моральный кодекс. Ну что вы, что вы. Это мой долг. Моя гражданская обязанность. Всего хорошего. Вот вы сейчас поглядели тот уровень лицемерия, который был в этих ячейках советского общества. Кстати, там любопытный момент. Я только недавно стал замечать. Это же фотография Яковлева, актера Яковлева стоит у нее вот на столике, где она, где телефон стоит. И партнер ее по уже фильму, который мы упоминали, сегодня «Легкая жизнь». Вы знаете, Раневская в одном из последних своих интервью на вопрос, почему вы так часто меняли разные театры, разных режиссеров, разные направления в творчестве, разные режиссеры в кино. Ну, в общем, очень много всего. Многие актеры этого не делали, пытались как-то сидеть в одной такой нише. И Раневская ответила, «Я искала святое искусство». И дурочка ведущая спрашивает, «И нашли?» Она отвечает, Раневская, «Нашла в Третьяковской галерее». И вот сейчас, поскольку, к сожалению, наше время ограничено, потому что, вы знаете, там много новостей очень важных, очень важных новостей. У нас еще есть другие программы, так сказать, тоже я очень уважаю своих коллег, а как же. Но наше время ограничено, мое время с Великой Раневской сегодня для вас ограничено. И поэтому я бы хотел напоследок предоставить слово ей. Вы сейчас посмотрите отрывок из ее интервью, где вот весь ее трепет душевный, как мне кажется, он как на ладони. И, а я с вами прощаюсь. С вами была программа «Поэзия и судьбы», и я ее ведущий Евгений Понасенков. И сейчас я попрошу аппаратную нам поставить вот этот отрывок из интервью Фаины Раневской. Фаина Георгиевна, а у вас был какой-то самый большой авторитет, режиссер в жизни? Режиссер? Самый большой? Да. Александр Сергеевич Пушкин. Вы серьезны? Да. Вы помните, Лаура говорит Слова лилис, Как будто их рождала Не память рабская, Но сердце. Как мне это нравится. Я вообще... Вы не представляете, Как я люблю Пушкина. Я дышу им с детства и до моей глубокой старости. Нет, я представляю, я как вам не позвоню, я вам про вас, а вы мне про Пушкина. Правильно. Да, да. Пушкин все для меня. Вот. Я вспоминаю, Вспоминаю строчки Анны Ахматовой. И было сердцу Ничего не надо, Когда пила я Этот жгучий зной Онегина Воздушная громада Как облака Стояло надо мной. Хороший Стрекры Комсомольская правда Комсомольская правда Комсомольская правда Продолжение следует...